Хочешь расскажу тебе страшную историю, мой маленький пирожок? Представь обычный провинциальный город Российской Федерации. На тебе миллионные кредиты, которые брал даже не ты сам. Тебе почти не на что жить, и в декабре тебя выгоняют на улицу из съемной хаты вместе с больным животным. Примерно такая страшная история происходит сейчас со мной на этот Хэллоуин, если честно, поэтому ни скелеты, ни призраки меня уже не пугают. Праздновать тоже особо настроения не было, но я хочу все-таки сегодня порадовать своих маленьких дружочков-пирожочков, которые, несмотря ни на что собрались здесь под этим видео вместе со мной, и мы будем вместе теперь смотреть с вами что-нибудь страшненькое. Я предлагаю глянуть пять каких-нибудь рандомных хэллоуинских мема. Может быть мы посмотрим еще что-нибудь интересненькое. Готовь чаек-копеек, у меня вот опять Кёртис с Мохито. Я не знаю, как так получается, что у меня каждый раз оказывается именно он. Надеюсь, у тебя тоже найдется что порисовать, что покушать, что поработать, я не знаю. Грядет Хэллоуин, и добро пожаловать в логово адского дедушки. Перед тем, как мы начнем, напоминаю, что ты можешь поддержать меня и мое творчество в реакции, и два моих веб-проекта, мультик Дримофрения и Обжект Шоу, и он на бусте на моем. Это сейчас единственное место, откуда я могу получать свои денежки, чтобы выживать. Поэтому, если у тебя есть какая-нибудь лишняя копеечка, дед скажет большое спасибо. Что ж, давайте приступим наконец к просмотру. У меня нет какого-то определенного плана, и я собираюсь глянуть что-нибудь рандомное, свеженькое, вышедшее только что буквально к этому Хэллоуину. Мы с вами так, по-моему, еще ни разу не делали, не смотрели прям только вышедшие анимации в честь какого-нибудь праздника, поэтому будет такой интересный эксперимент. Я пишу хэллоуинские мемы анимационные. И сейчас поставлю по дате загрузки и выберу рандомненько несколько штук из тех, кто мне тут предложен, и мы с вами их вместе посмотрим. Тут особо популярных мемов пока в начале последних вышедших нету, поэтому мы будем смотреть мемы, у которых достаточно мало просмотров. Но этим и лучше, ребятки, мы посмотрим прям самый свежачок, не от каких-то топовых авторов, и это даже интересней. Начну я с автора Пул Вурус, который попался мне в поиске первым, и это хэллоуинский мем, Happy Halloween, по фандому Genshin Impact. Ну чё, хайпуем, ребят? Неудивительно, что нам первым попался мем именно по Genshin, меня сейчас это вообще не удивляет, давайте же скорее смотреть. 41 просмотр на сегодняшний момент он вышел вот прям только что, только что, самый свежак. Фу, мне кажется, мы еще не смотрели настолько недавно вышедшие мемы, это что-то новенькое. Куда бы мне этот череп присобачить, чтобы сидеть с ним и смотреть эти ролики? Я надеюсь, это не сильно тупо выглядит, но если и тупо, ладно. Меня уже не испортит, скажем так. У меня уже все, что могло пойти не туда, пошло не туда. Ну да, это стандартный Happy Halloween, где у нас показывают сначала силуэтики персонажей, а потом они будут танцевать скорее всего. Так, ну некоторых я знаю, мне не посчастливилось видеть из каждого утюга Genshin, поэтому даже не играя в него, я в курсе, кто есть кто. Здесь, однако, взят достаточно милый такой чибишный стайл, который, ну в самой игре там только некоторые персонажи, их можно с чибиками сравнить, которые такие лоли. Здесь же, в принципе, все будут, видимо, в чиби стиле, и выглядит это достаточно няшенько, и я хочу сказать, что стиль рисовки мягкий, и я хочу сказать, что мне нравится, как выглядит перелив цвета лайна, допустим, над лицом он более коричневый, края он более черный, детально прорисованный посох, в принципе, складочки, тени, линии ровные, покрас приятный с тенями. Классненько. И плавно выглядит движение. Также нам показывают милую картинку с персонажем. Уже такой более, более детальный, более серьезный стиль отрисовки, и он ест, что, пончик, ананас, я не знаю, крышку от унитаза, что он кушает? Прикольно, где-то полетели летучие мыши оверлеем сделанные, наверное, и это все. Блин, а че так быстро кончилось? О, ничего себе, нам в конце показывают небольшой спидпейнт, как создавался этот мем, и достаточно интересно посмотреть такой процесс. Почему другие так не делают? Блин, мне нравится. Мне кажется, это можно за правило взять, рисовать, в конце в титрах показывать такой спидпейнт. Это кто-то русскоговорящий, кстати, говорят, судя по всему, потому что тут есть ВК в списке. Что ж, я ставлю лайк, ребятки, напоминаю, что вы можете поддержать всех сегодняшних участников, порадуйте их в честь праздника Хэллоуин, пусть они за свою работу, за свои праздничные свеженькие мемы получат лайк, порадуются хоть капельку, возможно, вы напишите им комментарии, добрые, хорошие, праздничные, и поднимите этим людям статистику, что уже доброе дело с нашей с вами стороны. Так, мне мем, в принципе, понравился, он, конечно, был не сильно какой-то распространён, он такой классический хэппи-хэллоуин мем. Была, тем не менее, приятная гладкая покадровая анимация, и какая-то картинка, вставочка, и показали нам много разных персонажей. Жалко, что в самом меме внутри не было разных персонажей, которые бы там менялись. Ну ладно, в целом, это приятно выглядящее произведение. Мы переходим дальше, следующий автор, который мне попался, это был автор Мик, Мик, 229 просмотров набрал он за это время. И это у нас мем Lucky Guy. Я не знаю, что это за мем, буду смотреть с вами. Написано, что это оригинальный мем. Что ж, давайте посмотрим, что за оригинальный мем покажет нам автор. Такая вот у нас превьюшечка получается. Я уже чувствую, что здесь будет такой... Я уже чувствую, что здесь будет более живописный, чем графичный стиль. Что ж, это интересно посмотреть. Такие мемы не очень часто делают, но, тем не менее, как бы разбавляет, разнообразие добавляет в ротацию стилей. Анимейшн Бак Миккинг. Ооо, вау. Стоп, подождите. Очень прикольный стиль. Он какой-то такой, я не знаю, обрывистый. То есть лайн, он не идет такой целиком ровный, четкий. Он какой-то немножко распадающийся, что ли, взрывной. Но, тем не менее, очень классная стилизация, как нарисованы волосы, зубы, глаза. Мне дико нравится. Мне дико нравится цветовая палитра. Все такое рыжее-рыжее, с каким-то переходом в сиренево-фиолетовый. Сама поза тоже выбрана приятная. Сзади у нас размытый какой-то хэллоуинский фон с тыквами. И здесь есть покадровая анимация. Я так понимаю, мало фпс, где-то 13, наверное, как в аниме. Они в самых дорогих. Но, тем не менее, сюда она подходит. Классно. Зачем глазами вертся? Это какой-то мальчик растения или что у него? У него лист торчит из башки. Вау, вау, вау. Что здесь за жесть? Блин, круто. Это, не знаю, мне кажется, это какой-то хэллоуинский дух, который, видите, из поля вылезает возле тыквы. И у него все светится внутри. Рот, глаза, как в тыквах хэллоуинских. И у него коса. Прикольно стилизация носа. То есть, когда, смотрите, персонаж к нам идет передо, мы носа вообще не видим. Его нет. И из-за этого приема мы лучше, скажем так, улавливаем форму глаз, лица, волос. То есть, здесь идет упор именно на формы глаз, лица и волос. Но когда персонаж боком, у него становится большой треугольный нос. Что уже перетягивает на себя тоже внимание. Здесь мы начинаем видеть, как этот нос хорошо сочетается с волосами тоже, которые вот в эту сторону летят. Блин, прикольно. Очень приятный такой стиль. Я понимаю, что его было, скорее всего, дико сложно анимировать. Поэтому здесь мало фпс. И поэтому движение достаточно лимитировано. Но, но это выглядит красиво. Это реально выглядит красиво. Сочится тыквенный сок тут из него. Блин. Первый раз вижу этот мем, но звучит достаточно приятно. Оверлей с блестками у нас есть. Ну вот этот кадр, это, конечно, блин, тоже здорово с языком. Он мне напомнил один мем. Название, не помню. Но был, короче, мем, который то ли от автора Силы Мару, то ли от кого, где качалась тоже такая морда с языком на переднем плане. Ну, под другую музыку. Здесь похожий момент, но по-своему как-то оформлен. Плюсом есть всякие постэффекты, типа вот таких линий телевизионных. И нам показывают немножечко размытые, такие расплывчатые, блюрные картинки на тематику Хэллоуина. А, это он же, вот, это этот же персонаж, только он тут в виде пугало тыквенного еще стоит. Но потом он, типа, видимо, ожил и стал вот таким хуманизированным. Прикольно. Посмотрите, когда он двигается, у него сзади над башкой вот этот кусочек тыквы летает еще. Блин, классно. Очень классно. На этом мем кончается. Я ставлю сразу определенно лайк. Очень круто выглядит. Если музыка будет у меня какая-то искривленная в ролике, не пугайтесь. Это, чтобы мне не прилетели авторские права, но вы сами можете всегда посмотреть оригинал по ссылочкам у меня в описании и насладиться им так, как он был изначально задуман. Мем необычный по стилю, мем приятный по мелодике, есть клевая покадровая анимация, есть приятный стиль отрисовки персонажей. Определенно он мне понравился. И в нем достаточно мощное хэллоуинское настроение, вы тоже, наверное, заметили. А мы переходим к третьему претенденту на сегодня. Это автор Дрейкинатор. Мем на этот раз 30 тысяч набрал. Уже не совсем маленькие просмотры. Автор не совсем новичок. У него есть 123 тысячи подписчиков. И нас сразу же предупреждают, что в этом видео есть хоррор, вайланс, это жестокость, флешлайт, вспышки света. Осторожно, ребят, гуру. Надеюсь, мне не придет слишком много цензурировать. Надеюсь. Ну, давайте посмотрим. She's a monster. Она монстр. Ух. Приятный пока что стиль заставки. Мне нравится с анимированным глазиком. Ух ты. Ну, это очень похоже на стиль Рокси, но в то же время у него есть свои особенности. Он такой более тонкий, что ли. Мне нравится, как персонаж занимает практически весь экран. Так что нам буквально некуда отвести взгляд от него. И мы вынуждены на него таращиться. Он как будто на нас надвигается спереди, нападает. Производит такое доминирующее впечатление. Это какой-то монстр с сердечком на лбу. И у него из пасти сочется чернила. А сзади какие-то иероглифы летят. Прикольно. Стильно. Ну, а здесь у нас идет сопряжение и по кадровке кое-где, и твининга. У него везде сердечки. Блин, у меня так ощущение, что это какой-то фан-пэс наш по отелю Хазбин. Ну, я, наверное, ошибаюсь, но он в каком-то похожем духе выполнен. Ух ты. Вау, как он прикольно бегал. Вы посмотрите, он прям как лягушечка какая-то скачет. Очень милый монстр. Интересно. А, это, причем это она. Это девочка-монстр. Как это в Ширеке было. Это девочка-дракон. Ну, понятно теперь сердечки. К чему? И ногти накрашенные. Теперь по какой-то пещере. Прикольный ракурс взят для вот этой анимации с бегом. Динамично. Хоть и малый ФС. А чаровашка, чаровашка с глазом во рту. Ух. Прикольно то, что везде какие-то именно диагональные положения у кадра. Создают какую-то нестабильность. Реально мем на тебя давит. Монстр все время бежит на тебя. Он большой в кадре. Он все время тебе в лицо все делает. Все время все наклонено. Какое-то такое прям ощущение. вынушающее тревогу. Иероглифы классные. Интересно, что они значат. Плюсом мне очень нравится, когда делают у изображения на экране вот такую обводочку стикерную. Типа, видите, есть черный лайн основной, а есть сверху у него белая обводка. Типа, как это назвать? Дабл лайн. Она выглядит очень прикольно. Я люблю. Няшка, няшка. Я ставлю этому мему лайк. Прикольно. Очень качественно сделано, хоть и минималистично. Но сегодня мне что-то все прям нравится. Давайте четвертому перейдем претенденту. Это автор Мика Аноуйка. Мем называется Outbreak. Это коллапс с автором Лимон. И является хеллинским спешелом. 86 просмотров. Давайте приглядимся, что у нас здесь. Ууу, какая музыка прям сразу аж навевает такую атмосферу нагнетающую. Угу. Это некий дракон, судя по всему, да. У него из переносицы растут огненные кристаллы. И текут такие огненные слезы по нему. Ну, тут у нас твининг, плюс всякие постэффекты, гличевые там штуки. Из этих постэффектов, как мне кажется, немного порезалось качество. Как мы видим, здесь все в пикселях стало. Но, хотя это iLight Motion, это вообще, по-моему, прога для телефона. И можно пояснить, почему тут такое плохое качество. Будет еще что-нибудь? Ой, ой, ой. А это другой персонаж. Кто это? Кот какой-то. Кот с пастью растерзанной. Да, тут у нас флэш-ворнинги везде. И они тут вдвоем скид... А, это у него на хвосте, что ли, какая-то башка торчит? Или что происходит? Я не понимаю. Из-за того, что слишком заблёренный кадр, слишком много пикселей и эффектов, я не совсем врубаюсь, что находится в кадре. Это немножко, конечно, минус, но, тем не менее, атмосферно. О, какие милые вариации их персонажей здесь. Чибишные, качающие хвостиком прелесть, милота. Все, да? Мне нравится, в принципе, стиль ритмика, мема, мне нравятся персонажи, но все-таки страдает полнота восприятия из-за обилия эффектов, которые в сочетании с достаточно рваным лайном и покрасом и небольшим различием по тону между персонажем и фоном превращают картинку в такой винегрете, где тяжеловато разглядеть, что происходит. Ну ладно, может, на это и был упор, как вы думаете, напишите, может, автор и хотел создать такую иллюзию чего-то непонятного, я не знаю, но в любом случае автор заслужил лайк, точнее, авторы, их двое тут. Ну а мы переходим к последнему претенденту на сегодня, это мем Горнменд Хукер, Sky Children of the Light. Это какая-то игра или мультик, я не знаю, что это, но очевидно, это название фандома. И автор у нас It's Mushmoony, маленький автор, 15 просмотров, ребят, ребят, вы знаете, что делать, как порадовать наших пирожочков. Тоже какой-то такой мем, ритмичный, что-то сегодня прям все ритмичное, как будто мы на дискотеку какую-то в аду попали, но я не против. У меня, в принципе, так и происходит в жизни. Блин, ну тут, тут твининг вроде, да, движение слоев, такой мягкий, округленький, струящийся стиль, но при этом круглые, пышные формы у всех объектов. Персонаж, судя по всему, некий хэллоуинский дух, у него растут рога с листьями, у него такое темное лицо, овечьи ушки, большие пышные белые волосы, тыковка рядом с глазами. Все выглядит очень миленько, атмосферненько по-хэллоуински. Фон тоже такой стилизованный, приятный, но кажется, мем очень короткий, поэтому я немножко отмотаю, чтобы посмотреть его заново. Ну, а надо просто делать какое-то движение, и хорошо, что автор разбавляет это какими-то вставками другими. Ну, я не могу назвать их сюжетными, но они хотя бы показывают перса с другой стороны, с другого боку, что хорошо, потому что иначе мем был бы слишком однообразным. Все. Вот такая крахотулечка-каратулечка у нас была последним претендентом. Сегодня, в принципе, все мемы какие-то достаточно небольшие, и, наверное, это и хорошо, потому что я успею больше снять и смонтировать, надеюсь. Мне нравится стиль, колорит, бело-рыжий такой, серый-коричневый какой-то, теплый осенний колорит. На него приятно смотреть, приятно, очень нарисованы волосы, сам персонаж достаточно стильно, с дизайнерин. Но мне не хватило какого-то разнообразия и длины мема, что ли, я не знаю, это выглядит как тизер мема, а не как полноценный мем для меня почему-то. Но автор молодец, что разбавляет, скажем так, куплетные части припевными частями, как это назвать. Ну, ритмика есть, есть сценки отдельные, есть две залупленные движения. Вот, в любом случае, ставлю опять же лайк от себя, дедовский. Ну и мы будем на этом с вами заканчивать наше обсуждение. Давайте позовем еще скелетную бошку мою. Я надеюсь, это видео помогло вам хоть немножечко поднять ваше хэллоуинское настроение. У меня его вообще нет, но я надеюсь, хотя бы у вас оно будет. Раз не мне, то людям, как говорится. Дед старался создать какую-то более-менее праздничную атмосферу, криповатую вокруг, для вас, чтобы было веселее на меня смотреть, на мою унылую харю, которая выражает только боль и отчаяние в эти дни. Ну, а что меня спасет от боли отчаяния? Это если вы, во-первых, подпишитесь на мой канал, поставите лайк и оставите комментарий с вашим рассуждением о чем-нибудь обо мне, о мемах. Опишите, какой вам сегодня мем понравился. Мне, наверное, больше всего зашел вот Шимонстер, который был, и перед ним с тыквой этой ожившей, с косой больше всего понравились. Пишите, какой понравился вам, как вы будете отмечать хэллоуин обязательно, говорите. Может быть, вы с друзьями соберетесь, может быть, вы в одиночестве посмотрите страшные фильмы, может быть, еще что-нибудь устроите, пойдете по улице с тыквой гулять. Правда, я не знаю, насколько это сейчас безопасно, но тем не менее. Что меня еще радует, так это мои замечательные бустеры, которые не дают мне, блин, погибнуть. Я хочу, опять же, поблагодарить их от всего своего сердца за то, что они не дают мне погибнуть в эти годы. Молодые. Ну, уже не очень молодые, ну ладно. Особенно большое от меня спасибо таким замечательным. Пирогам, как Гноэта Артеллоделиус, Мунлай 3619, Хайди, Резня, Нарцисс, Франк Массонский и Ана Стромнов, а также Эсман. Эти дорогие мои лу-бустеры приносят мне самую большую сейчас сумму денег. И поэтому им отдельная благодарность и маленькие портретики. Я не знаю, как я сейчас буду все это выполнять со своим переездом внезапным, но я постараюсь, конечно, побыстрее это сделать. Ребята, если что, затягиваю, не обижайтесь, пожалуйста. Ну, реально сложная ситуация. Я не знаю, как с ней справиться, поэтому вот. Поэтому я буду делать все, что в моих силах. Надеюсь, мне удалось поднять вам немножечко настроение. Хорошего вам Хэллоуина. Хороших вам друзей вокруг, вкусняшек. Немножечко успокоения, может, хоть какого-то. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok